царь пушка вовсе не пушка что на самом деле стоит в кремле царь пушка уже давно стала одним из символов россии практически ни один иностранный турист не покидает москву не осмотрев чудо нашей техники она вошла в десятки анекдотов где фигурирует никогда не стрелявшая царь пушка никогда не звонивший царь колокол и еще какой-нибудь не работающий чудо-юдо типа лунной ракеты n3 александр широкорад начнем по порядку царь пушка была отлита знаменитым русским мастером андреем чеховым до 1917 года он числился чеховым по приказу царя федора иоанновича гигантское орудие весом в 2400 пудов 39 312 килограмм отлили в 1586 году на московском пушечном дворе длина царь пушки 5345 миллиметров внешний диаметр ствола 1210 миллиметров а диаметр утолщения у дула 1350 миллиметров настоящее время царь пушка находится на чугунном декоративном лафите а рядом лежат декоративные чугунные ядра которые отлили в 1834 году в петербурге на чугунно-литейном заводе берда понятно что не стрелять с этого чугунного лафета не использовать чугунные ядра физически невозможно царь пушку в дребезги разнесет документы об испытаниях царь пушки или применение ее в боевых условиях не сохранились что дало основания для длительных споров о ее назначении большинство историков и военных в 19 начале 20 веков считали что царь пушка это дробовик то есть орудие предназначено стрелять дробью которая в 16 17 веках состояла из мелких камней и меньшая часть специалистов вообще исключает возможность боевого применения пушки считая что изготовлена она специально для того чтобы пугать иностранцев в особенности послов крымских татар вспомним что в 1751 году хан давлет гирей сжег москву ну да впечатляющий размер ядер особенно справа в 18 начале 20 веков царь пушка именовалась во всех официальных документах дробовиком и лишь большевики в 1930-х годах решили в пропагандистских целях повысить ее ранг и стали величать пушкой тайна царь пушки была раскрыта лишь в 1980 когда большой автомобильный кран снял ее с лафета и поместил на огромный трейлер затем мощный крас отвез царь пушку в серпухов где на заводе воинской части 42 708 был произведен ремонт пушки одновременно ряд специалистов артиллерийской академии имени дзержинского произвели ее осмотр и обмер отчет по каким-то причинам опубликован не был но из сохранившихся черновых материалов становится ясно что царь пушка не была пушкой изюминка орудия и и его канал на расстоянии трех тысяч 190 миллиметров он имеет вид конуса начальный диаметр которого 900 миллиметров а конечной 825 миллиметров а затем идет зарядная кам камера с обратной конусностью с начальным диаметром 447 миллиметров и конечным указенной части 467 миллиметров длина каморы все-таки 1730 миллиметров одно плоское так это ведь классическая бомбарда впервые бомбарды появились в конце 14 века название бомбарда произошло от латинских слов бомбус громовой звук и ордер гореть первые бомбарды делались из железа имели превентивные каморы так например 1382 году в городе генте бельгия была изготовлена бомбарда бешеная маргарита названная так в память о графине флан фландерской маргарите жестокой калибр бомбарды 559 миллиметров длина ствола 7 целых 75 сотых калибра клб а длина канала 5 клб вес орудия 11 тонн бешеная маргарита стреляла каменными ядрами весом в 320 килограмм бомбарда состоит из двух слоев внутреннего состоящего из продольных сваренных между собой полос и наружного из 41 железного обруча сваренных между собой и с внутренним слоем отдельная превентивная камора состоит из одного слоя сваренных между собой дисков и снабжена гнездами куда вставлялся рычаг при ее венчивание и вывинчивание а ядра как туда идти насыпали 320 килограмм это все-таки тяжеловато на заряжание и прицеливание больших бомбард тратилась около суток поэтому при осаде города пизы в 1370 году всякий раз как осаждающие готовились сделать выстрел осажденные уходили на противоположный конец города осаждающие же пользуясь этим бросались на приступ заряд бомбарда составлял не более десяти процентов веса ядра цап и лафетов не было орудия укладывались на деревянные колоды и срубы а сзади забивались свои или возводились кирпичные стены для упора первоначально угол возвышения не менялся в 15 веке начали использовать примитивные подъемные механизмы и отливать бомбарды из меди обратим внимание у царь пушки нет цап с помощью которых орудию придает угол возвышения кроме того у нее абсолютно гладкий задний срез казенной части которым она как и другие бомбарды упиралась в каменную стенку или с рук защитница дарданелл к середине 15 века самая мощная осадная артиллерия была у турецкого султана так во время осады константинополя в 1453 году венгерский летейщик урбан отлил туркам медную бомбарду калибром 24 дюйма 610 миллиметров стрелявшую каменными ядрами весом около 20 пудов 328 килограмм для ее транспортировки на позицию потребовалось 60 быков и 100 человек чтобы устранить откат позади орудия турки выстроили каменную стенку скорострельность этой бомбарды составляла четыре выстрела в день кстати скорострельность крупнокалиберных западноевропейских бомбард была примерно того же порядка перед самым взятием константинополя 24 дюймовую бомбарду разорвала при этом погиб и сам ее конструктор урбан турки по достоинству оценили крупнокалиберные бомбарды уже в 1480 году в ходе боев на острове радос они применяли бомбарды 24 до 35 дюймового калибра 610-890 миллиметров на отливку таких гигантских бомбард требовалось как указывается в старинных документов 18 дней а любопытно что бомбарды 15 16 веков в турции находились на вооружении до середины 19 века так 1 марта 1807 года при форсировании дарданелла английской эскатерой адмирала дукварта мраморное ядро калибра 25 дюймов 635 миллиметров весом 800 фунтов 244 килограмма попала в нижний дек корабля вензорский замок и воспламенела при этом несколько картузов с в результате чего произошел страшный взрыв 46 человек были убиты и ранены кроме того многие матросы сперекпугу бросились за борт и утонули корабль актив попала такое же ядро и пробила огромное отверстие в борту выше ватерлинии в это отверстие несколько человек могли высунуть свои головы в 1868 году свыше 20 огромных бомбард все еще стояла на фортах защищавших дарданеллы есть сведения что во время дарданелльской операции 1915 года в английский броненосец агамем нон попало 400 килограммовое каменное ядро разумеется пробить броню оно не смогло и лишь потешило команду давайте сравним турецкую 25 дюймовую 630 миллиметров медную бомбарду отлитую в 1464 году который в настоящий момент хранится в музее вольвиче лондон с нашей царь пушкой вес турецкой бомбарды 19 тонн а полная длина 5232 миллиметра внешний диаметр ствола 894 миллиметра длина цилиндрической части канала 2819 миллиметров длина каморы или каморы 2006 миллиметров дно каморы закругленное бомбарда стреляла каменными ядрами весом 309 килограмм заряд пороха весил 22 килограмма бомбарда в свое время защищала дарданеллы как видим внешне и по устройству канала она очень схожа с царь пушкой главное и принципиальное различие в том что турецкая бомбарда имеет винтную казенную часть видимо по образцу таких бомбард и делалась царь пушка царь дробовик и так царь пушка это бомбарда предназначена для стрельбы каменными ядрами вес каменного ядра царь пушки составлял около 50 пудов 819 килограмм а чугунное ядро такого калибра весит 120 пудов 1,97 тонны в качестве же дробовика царь пушка была крайне неэффективна по стоимости затрат вместо нее можно было изготовить 20 малых дробовиков на заряжение которых нужно гораздо меньше времени не сутки а всего 1-2 минуты замечу что в официальной описи при московском арсенале состоящей артиллерии на 1730 год числилось 40 медных и 15 чугунных дробовиков обратим внимание на их калибры 1500 фунтов 1 это и есть царь пушка а затем следующие калибры 25 фунтов 2,22 фунта 1,21 фунт 3 и так далее наибольшее число дробовиков 11 приходится на двухфунтовый калибр и все-таки она стреляла кто же и почему записал царь пушку в дробовики дело в том что в россии все старые орудия находившиеся в крепостях за исключением мортир со временем автоматически перечислялись дробовики то есть в случае осады крепости они должны были стрелять дробью каменной а позже чугунной картечью по пехоте идущей на штурм использовать старые орудия для стрельбы ядрами или бомбами было нецелесообразно а вдруг разнесет ствол да и у новых пушек баллистические данные были куда лучше так царь пушка была записана в дробовики в конце 19 начале 20 веков о порядках в гладкоствольной крепостной артиллерии военные забыли а гражданские историки вообще не знали и по названию дробовик решили что царь пушка должна была использоваться исключительно в качестве противоштурмового орудия для стрельбы каменным дробом точку споре стреляла ли царь пушка поставили в 1980 году специалисты из академии имени дзержинского они исследовали канал орудия и по ряду признаков в том числе по наличию частиц сгоревшего пороха сделали вывод что из царь пушки стреляли по крайней мере один раз после того как царь пушку отлили и отделали на пушечном дворе ее перетащили к спасскому мосту и уложили на землю рядом с пушкой павлин чтобы передвинуть орудие к восьми скобам на его стволе привязывали веревки в эти веревки впрягали одновременно 200 лошадей и те катили пушку лежащую на огромных бревнах катках первоначально орудия царь и павлин лежали на земле у моста ведущего к спасской башне а кашпирового пушка у земского приказа располагавшегося там где сейчас находится исторический музей в 1626 году их подняли с земли установили на бревенчатых срубах плотно набитых землей эти помосты назывались раскаты или роскоты один из них царь пушка и павлином поставили у лобного места другой с кашпировой пушкой у никольских ворот 1636 году деревянные роскоты заменили каменными внутри которых устроили склады и лавки торговавшие вином после нарвской конфузии когда царское войско потеряла всю осадную полковую артиллерию петр первый велел срочно лить новые пушки необходимую же для этого медь царь решил добыть переплавкой колоколов и старинных пушек по именному указу было велено перелить в пушечное и мартирное литье пушку павлин что в китае у лобного места на раскате пушку кашпирову что у нового денежного двора где был земский приказ пушку ехидну что под селом воскресенским пушку кречет ядром под 10 фунтов пушку соловья ядром 6 фунтов что в китае на площади петр в силу своей необразованности не пощадил самые древние орудия московского литья и сделал исключение лишь для самых крупных орудий а в числе их естественно оказалась и царь пушка а также две мартиры литья андрея чухова которые в настоящее время находятся в артиллерийском музее в петербурге александр широкорад царь пушка вовсе не пушка что на самом деле стоит в кремле александр широкая тихо а Продолжение следует...